всем привет сегодня мы будем готовить шоколадный торт с вишней это для тех кто на дюкане и сейчас на закрепе есть день пир девочки побалуйте себя обязательно и для тех кто на лестнице дюкана лестница дюкана меню примерное у нас есть плейлисте лёша оставит ссылку очень я считаю замечательная диета для тех кто хочет сбросить там небольшой вес лестницы дюкана начнем значит духовку я включила 165 градусов верх-низ приготовила разъемную форму вот такая у меня разъемная форма она у меня новая я не уверена в ней поэтому я простелила пергаментной бумагой если вы знаете что у вас бисквит не прилипает можете не прокладывать бумагу нам нужно 200 грамм проект просеять пшеничной муки муку мы просеяли теперь я поставлю миску на весы и буду добавлять все сухие ингредиенты уже по весу так 45 грамм какао какао девочки берите хороший так 45 грамм какао 200 грамм сахара сахар я уже взвесила 3 грамма соли 8 грамм пищевой соды это примерно чайная ложка теперь мне нужен венчик венчиком все сухие ингредиенты перемешиваем до однородного состояния если какие-то комочки разбейте теперь мы добавим все влажные ингредиенты ставлю опять на весы 230 миллилитров молока обычно молоко у меня до 33 процента влажности 2 яйца это вот примерно мне за 92 градусов у меня здесь примерно 92 грамма около 100 грамм яиц 50 миллилитров растительного масла все 30 масло принципе и 50 грамм сливочного масла растопленного вот все что нам нужно для того чтобы все это перемешать миксером сначала я руками разобью яйца и теперь все это нужно тщательно перемешать миксером так теперь нам сюда нужно добавить 12 грамм уксуса 9 процентного и еще раз тщательно перемешать вот так мы все взбили собираем со стенок вот такая жидкая масса она хорошо стекает с лопатки вот готово сейчас мы будем переливать форму и поставим выпекать духовка нагрелась выливаем форму бисквит разравниваем форма у меня 19 сантиметров и ставим примерно 60 70 минут будут выпекаться смотрите по своей духовке вот такой бисквит получился выпекался он у меня ровно час вы знаете как проверить протыкаете в деревянной палочкой если она вытаскивать она сухая значит бисквит пропекся вы можете вот я его остужала на решетке до полного полностью он остыл и все и дальше вы можете уже продолжать но я решила вообще у меня есть время у меня есть еще один день поэтому я его укутаю в пленку и уберу в холодильник на сутки вот так вот его завернула хорошо завтра продолжим раскрываем бисквит теперь нам нужно срезать шляпку и сделаем это вот таким инструментом мы его приобрели пользуемся сейчас мы первый раз поэтому я предлагаю вот здесь вот взяться и срезать приступайте мастер берите пленку пленка зачем тебе мешает пленка мешает я же буду скользить а сейчас можно вверх немножко уходить сейчас мы так убираем вот у нас вот такая шляпка образовалась крышечка крышечка ее нужно сохранить чтобы она была целая теперь нам нужно оставить примерно сантиметр чуть больше края и вот так вот по кругу в общем всю внутренность нам нужно вынуть это мы доверим нашему мастеру алексея прошу замеряем высоту отступаем сантиметр чтобы было дно ну вот так вот получается вот на такую глубину прорезаем торт здесь палец толщиной тот же самый сантиметр кладем и делаем такую мне надо чтобы выкрутили это как будто вращающаяся подставка такая у нас мы еще такого не приобрели так что все ручной привод и теперь мы все это вынимаем в глубину аккуратно не копай в общем вы меня поняли девочки но не выбрасываем ни в коем случае значит мы это сохраняем все что мы сейчас вынимаем естественно мы это все оставляем это нам пригодится мы сейчас смешаем это с кремом и заполним наш торт сейчас мы пойдем с вами делать крем вот так у нас получилось края примерно сантиметр откладываем 200 грамм и сделаем из нее такую крошку идем готовить крем 100 грамм шоколада отправляем на водяную баню нужно растопить если вы хотите можете растопить в микроволновке ставим на водяную баню тем временем 300 грамм сливочного сыра у меня творожный сыр вот такой ну знаете типа филадельфия вот такой 300 грамм мы взбиваем до такой однородной массы буквально вот минутка полминуты добавляем 25 грамм какао это примерно две с половиной ложки у меня ложки маленькие поэтому я таки три неполные ложки какао добавлю шоколад при этом у меня топится и сюда же добавляем 150 грамм сгущенного молока готово и все это нужно просто перемешать взбивать не нужно шоколад растопился добавляем его в крем не очень удобно мне вам показывать как я его выгребаю но поверьте мне эта лопатка очень удобная она прям очень хорошо все счищает и на этом этапе мы все хорошо перемешиваем и сюда мы сейчас добавим вот ту самую крошку я вот сюда отложила крема для обмазки сюда я добавлю крошку и все перемешаю вот здесь значит еще нам нужен нужна еще вишня кто-то может эту вишню добавить прямо в крем я буду крем выкладывать слоями и каждый слой выкладывать вишню вы знаете этот торт в общем-то я его готовила называется черный лес принципе в общем-то очень похож там единственное что коржи нужно торт разделить на сам бисквит на три коржа и вот каждый корж промазывать крема и выкладывать вишню вот этот рецепт я вот недавно увидела он мне понравился он такой ну оригинальный получился вот такая у нас получается вот такая у нас получается масса сейчас мы заполним наш бисквит выкладываем крем вот так вот примерно две ложки я выложу разровняю хорошо туда вот все промазываете чтобы он крем заполнил все пространство и выкладываем вишню вишню не жалейте крем достаточно такой сладкий получилось но не приторно вы знаете очень вкусный крем крем вкусные сам бисквит очень вкусные поэтому тортик в общем-то такой кто любит шоколадная просто на ура я люблю продолжаем еще один слой крема выравнивать лучше ложкой потому что к силикона очень липнет это красиво сделать и так вот плотненько все это укладываете чтобы у вас не было воздушного там никакого пространства ну продавливать только не сильно потому что бисквит может знаете как и прорваться вот так и еще один слой у нас вишни вишни 130 150 грамм вот так вот придавить лучше и последний слой сейчас моя крема уложим и будем уже украшать вверх это для глазури у нас здесь 50 грамм сливочного масла 100 грамм шоколада и 50 миллиграмм молока я уже поставила вот на водяную баню и она потихонечку будет топиться а здесь мы продолжаем торт я переложила в тарелочку в которой я я буду его подавать и сейчас нужно надеть разъемное кольцо вставляем ацетатную пленку вот так и зажимаем получилось теперь накрываем нашей крышечкой вот так ганаш у нас немного остыл ну как остыл на стоил и украшать я буду грецкими орехами не грецкими орехами добавьте любые другие не любите орехи не добавляйте я вот сейчас немного смажу этим ганашов и выложу грецкий орех как бы приклею их по кругу и сверху залью это прям знаете такое шоколадное наслаждение буйство буйство а можете сверху еще вишни украсить тоже будет неплохо вот так получилось сейчас мы это уберем на 8 10 12 часов ну на ночь можете убрать для того чтобы с торт пропитался стабилизировался и дальше мы покажем что мы с ним будем делать и так торт наш простоял почти сутки сейчас мы снимаем кольцо пленку вот так носить на сегодняшний день выглядит торт и я вам хотела посоветовать вот от вишни размороженные остался сок и я теперь поняла что вот эту основу этим вишневым соком хорошо бы пропитать и тогда будет самый прям класс ну у меня сейчас так и мы сейчас отложенным кремом смажем бока торта я вот сюда подложила кусочек пленки чтобы не испачкать тарелку и вот аккуратненько бока мы все должны покрыть кремом вот сейчас мы нанесем сначала крем а потом выровняем я вам покажу вот такой результат получился торт мы обмазали вот я вам хочу сказать что торт такой домашний это в общем то для себя я не пику каждый день я не пику там ну это очень редко бывает ну и в общем этот торт у нас так сказать вишенка на торте это для нашей любимой соседки эдиты у нее сегодня день рождения и мы решили вот так вот есть сделать такой сюрприз я предлагаю всем приготовить этот торт он очень вкусно те кто любит шоколад такие прям шоколадные шоколадные тортики очень вкусны всем приятного аппетита всем пока а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok